Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что «АвтоСтронг-М» возит только качественные запчасти из Европы? У нас честная гарантия и быстрая доставка. Так что подписывайтесь на наш канал, кликаем на колокольчик. Сейчас мы подготовили вам двигатель, о котором мало кто знает и поэтому не представляет, насколько он крутой. Итак, встречаем шведский Saab B204. Наверняка все наслышаны о Saab двигателе объемом 2,3 литра B234. Так вот этот двухлитровый двигатель сделан на его основе, но есть нюансы. Дело в том, что тот самый первый Saab двигатель объемом 2,3 литра появился в 1989 году. Затем в 1994 году он был круто модернизирован и на его основе появилась вот эта двухлитровая версия. Фактически это укороченная версия двигателя объемом 2,3 литра, то есть ход поршней уменьшили с 90 до 78 миллиметров. Стоит добавить, что под капотом эти двигатели стоят вертикально, в то время как их предшественники стояли под углом, будто бы половинка V-образного двигателя. Мотор B204 выпускался до 2002 года и был доступен в трех турбированных вариантах и одном атмосферном. Вот как раз мотор с турбиной низкого давления B204E мы и разбираем. Он был снят с Saab 9,3 2001 года с пробегом 200 тысяч километров. Младшие версии двигателя были надуты турбиной Garrett TB25, то есть 155 лошадиных сил она дула на 0,4 бара, 185 лошадиных сил она дула на 0,73 бара. Ну а самая мощная версия была надута турбиной Mitsubishi TD04L и развивала мощность 200 лошадиных сил. Турбина живучая, ходит долго, да и сам двигатель очень надежный. Эту турбину мы достали с нашего склада, поэтому надо ее срочно отнести на продажу. Вообще этот двигатель популярен у тюнеров. На его основе создают гоночные автомобили, снимают до 700 лошадиных сил. Турбины дуют аж по 3 бара. В заряженном варианте его можно встретить не только на сумасшедших тюнингованных Saab, но и на стареньких Opel, а также на Deo Lanos и даже на Mazda RX-8. Двигатель недорогой, блок крепкий, поршневая, выносливая, система смазки продуманная. И поэтому среди знатоков этот двигатель составляет конкуренцию легендарным японским моторам. Еще одна очень классная особенность этого двигателя – это очень умный блок Trionic 5, который определяет детонацию, пионизации в камерах сгорания, также управляет впрыском, а также производительностью турбины. Кроме того, этот блок легко программируется и перепрошивается. И ходят легенды, что Saab со стоковой прошивкой уже почти не осталось. Правда, чтобы четко чипануть вот этот маломощный вариант, надо установить клапан управления наддувом, он же automatic performance control, он же boost pressure control либо просто клапан N75. Этот клапан автоматом присутствует на двигателях мощностью 185 и 200 лошадиных сил. Вы, наверное, уже поняли, что двигатель надежен и поэтому никому не нужен. И, к сожалению, тюнинг-проекты в Беларуси не столь популярны, поэтому, ребята из других регионов, он у нас есть. Итак, мы начинаем нашу разборочку. Итак, встречаем фирменные сабовские катушки зажигания, объединенные в так называемую кассету. Ходят они неплохо, но могут выйти из строя из-за экономии на свечах зажигания, а также от прикуривания своего автомобиля либо чужого. Кассета использует ямкостной заряд для создания искры. Также кассета передает данные блоку Trionic о сгорании топлива и детонации на основе ионизации газа в камере сгорания. Кассеты бывают красного и черного цвета. Физически они полностью совместимы, то есть двигатель может работать на любой из них. Красная кассета дороже, черная дешевле, и иногда владельцы просто пренебрегают и ставят вместо красных черные кассеты. Но этого делать нельзя, потому что кассеты невзаимозаменяемые. Красная работает с G-Tronic и Trionic 5, черная с Trionic 7. Красная дает искру от постоянного, только черная от переменного. Ну и самое главное, блок Trionic с неправильной кассетой не сможет определять детонацию, то есть не сможет бороться с ней. И практика показывает, что при активной езде детонация может убить двигатель за 5-10 минут. Поэтому не экономьте и ставьте правильные кассеты. Еще упомянем датчик положения коленвала. Если он неисправен, то двигатель начинает глохнуть по мере прогрева. Такие же симптомы отсутствия искры и подачи топлива наблюдается при жаре. То есть двигатель по мере того, как он остывает, начинает заводиться снова. А в ГБЦ у нас два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы, цепной привод. И так как мотор старенькой конструкции нет фазовращателей. У мотора пробег 200 тысяч километров, а на кулачках мы вообще никакого износа не наблюдаем. Шведская надежность. Ну а что у нас в поддоне? Пусто? Масла нет. Маслонасос встроен в крышку ГРМ и будет совсем не лишним проводить ревизию масляного насоса, потому что может возникнуть выработка между шестернями и корпусом. И тогда производительность маслонасоса резко падает. Но у нас, как вы видите, все в порядке. Ничего криминального. Под крышкой ГРМ мы видим две цепи. Маленькая цепь, которая приводит в движение балансирные валы, и большая цепь, которая приводит распредвалы. Так вот, цепь балансирных валов и сами балансирные валы – это единственное слабое место в данном моторе. Ходят они по 100-150 тысяч километров. Растянутая цепь начинает греметь и также изнашиваются сами балансирные валы. На их шейках образовываются задиры. Поэтому многие владельцы выкидывают цепь, выкидывают валы, глушат масляные каналы, а также глушат шток натяжителя. По отзывам, без балансирных валов двигатель работает без каких-либо заметных вибраций и крутится он намного веселее и легче. Поэтому при тюнинге от балансирных валов, естественно, отказываются. Цепь ГРМ довольно надежная и служит более 300 тысяч километров. При растяжении она издает характерный шелест и при замене совсем недорого. А вот тот самый балансирный вал, от которого нередко избавляются. Наиболее внимательные из вас уже заметили, что у этого мотора были проблемы с масляным сервисом, а именно с интервалами замены масла. А здесь мы видим, что этот двигатель еще страдал и масложором по вот этой потливости. Хон присутствует, задиров нет, а выработка на стенках цилиндров присутствует. Донышки поршней влажные. Вот это масло должно быть в поддоне. Обратите внимание, насколько массивные поршни. Даже не верится, что это поршни с двухлитрового мотора. Сейчас таких уже не делают. Высота компрессионных и маслосъемного кольца внушительная. Но из-за недобросовестного масляного обслуживания маслосъемные кольца у нас залегли. На шатунных вкладышах присутствует износ, хотя до медиа они не протерты. Также известны очень редкие случаи кончины этого мотора из-за того, что крышки шатунов откручиваются. Но это скорее исключение, чем правило. Вероятно, и проблема с маслом объясняет выработку на коренных вкладышах. Выглядят они не очень. А вот коленвал у нас визуально без вопросов. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно один из самых надежных моторов. Но если забивать на своевременную замену масла, то можно нарваться на большие проблемы. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, покупайте настолько хорошие запчасти. Кстати, и битый крашен уже вышел, так что кликаем на ссылочку и смотрим. И помните, что с вами была, есть и будет компания «АвтоСтронг». АВтоСтронг-М Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok